ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! С вами Алиса Ганеева и программа «Наше время 2.0». Она любит яркие цвета, не упустит шанса выделиться и уж точно не встанет в ряд второй. О том, для кого предназначена ее новая музыка и как артисты пережили карантин, об этом сегодня рассуждает известная артистка, участница шоу «Голос 7. Перезагрузка» Саша Круглова. Саша, здравствуйте! Добрый день! Я начну с вопроса, который вам, наверное, задают все. Как вы пришли в шоу-бизнес и было ли это решение вашим собственным? То есть мечтали ли вы с детства петь и выступать на большой сцене? Или кто-то в семье подтолкнул к этому решению? Просто мама видела, что я этим живу. Это было с раннего возраста. И я так понимаю, что мама не видела другого, наверное, решения, и она не мешала мне развиваться в этом. Я не скажу, что в каком-то раннем возрасте я тяготела к шоу и бизнесу. Нет, такого нет. Просто я делала то, что я люблю, и это происходило абсолютно естественным путем. То есть выступали на концертах, на конкурсах, на каких-то вечерах самодеятельности? С самого раннего возраста мама вообще говорит, она меня не любит преувеличивать, поэтому я и верю. Она сказала, что когда я родилась, дети делают вдох и начинают кричать. И у меня был очень такой протяжный, очень чистый голос, и она поняла, что дочь будет певиц. Но я как бы верю маме, потому что мама обычно меня не преувеличивает. Я думаю, что уже с тех пор она подумала о том, что, наверное, моя судьба сложится именно с этим. Но вы ведь еще и в Яралаше снимались, насколько я знаю, в детстве? Ну, в школе, да, у нас снимали Яралаш и приглашали. И, кстати, прям на кастинг, на постоянную основу приглашали, но я очень сильно препятствовала этому, потому что мне не хотелось быть актрисой, а все как бы хотели, наоборот, чтобы я была актрисой. Да, я хотела петь, то есть мне это больше нравилось. А все творческие студии, куда приходилось ходить, у меня это легко получалось, но у меня не было от этого такого большого удовольствия, впечатления, как вот от исполнительства, как от пения. Поэтому, конечно, когда была возможность скорее сдать экзамены и поступить куда-то в школу, я выбрала музыкальный факультет, ну, вокальный именно. То есть актерское реально легче всего давалось. То есть приходилось не только у себя на факультете актерским заниматься, но и при театре имени Вахтангова я занималась. И очень легко я поступала на эти все курсы. С первого раза я не сильно напрягалась, как это бывает обычно у абитуриентов, у студентов, которые поступают на эти курсы. То есть мне было даже, скажу честно, лень ждать очереди. Я всегда шла первая для того, чтобы сделать и уйти поскорее. А оказывалось так, что меня берут. А учились на эстранном отделении? На эстранном джазовый вокал. Ну, начиналось все, естественно, с не самодеятельности, а с того, что я сама этим занималась. Просто был человек, который меня вставлял на праздники, на Дню города. Я всегда пела на Дню города Москвы. Первый раз, что она остановила в 5 лет, на Большую именно. Помню, это была такая воинская часть, огромное количество солдат. И вот такой маленький ребенок вышел и пел уже итальянскую песню. Ну, одно дело вокал, другое дело какие-то психологические зажимы. Вот это спокойствие, свобода перед огромной аудиторией. Это что-то врожденное у вас? Не было паники никогда при выходе на сцену? Я недавно пыталась вспомнить свой первый выход на сцену. У меня есть фотографии, но я реально не помню, что я спутала в тот момент. Я помню только то, что я пела, и мне это нравилось. То есть всё, никакого волнения, ничего такого подобного, я не помню. Я помню, как мне представляли, помню, в чём я пела, что я пела. Но не помню вот этого ощущения. Было у меня на голосе, например, я помню всё, потому что это было не так давно. А, конечно, в раннем возрасте уже такого нет. Помню только какие-то конкурентные истории, ощущения, эмоции. Это вот конкуренция, которую демонстрировали люди. А вот чего-то такого прям страха нет. А что это за история, когда в 15 лет вы где-то выступали, там присутствовала Алла Пугачёва, которая высказалась по поводу вашего вокала, напутствовала и осталась под впечатлением. Когда это произошло? Я была уже студенткой вокального факультета. По-моему, не то только поступила, не то год уже как училась. И пригласили меня на шоу, где была Алла Борисовна. И как-то так всё совпало. В общем, я прошла, там была такая сложная история, но как-то вот оказалось там... Ну как оказалось-то, пригласили меня туда. Ладно, уже будем говорить правду. Вот, пропустили на сцену. И я спела, я помню, это был мой первый, наверное, опыт в телепрограммах, потому что ранее я только участвовала... Ну, выступала я на телевидении, естественно, было там лет 9. Но вот такого масштаба телевизионный конкурс, это был первый раз. Часто раз 15 лет, это совсем маленький возраст. Да, я помню, спела песню, и как-то она сильно поразилась. То есть, для ребёнка это был нонсенс, что Алла Борисовна может такое сказать вообще насчёт тембра именно, насчёт голоса, потому что реально сказал, что бриллиант, что там много было сказано. Это действительно то, что послужило мотивацией для дальнейшей работы. Я поняла, что если мне такое говорит такой профессионал-специалист, ну и Алла Борисовна, это же как бы кумир у всех, у многих, то действительно нужно развиваться, работать в данном направлении. И тогда уже мы развивали проект, и работала я только с этим. Больше ничего, собственно говоря, почти не делала. Нет, ну были какие-то у меня там хобби, но все силы и желания всё направила именно туда. Ну, год у нас сейчас, скажем так, не самый простой, 2020-й. И, конечно, для артистов, для людей, связанных с шоу-бизнесом, безусловно, тоже. И вот даже появилась такая новость, что многие артисты, включая тоже Пугачёву, Тимати, Баскова, Киркорова и многих других, подали заявление на получение государственной помощи в виде одного МРОД, то есть минимальной оплаты труда одному работнику, то есть каждому сотруднику компании, которая относится к отрасли, наиболее пострадавшей от коронавируса. Вы что-нибудь такое делали? Подавали нам МРОД? Я не подавала, но вижу и ощущаю, как коллеги и люди, с которыми я работаю, потерпели вот некие вот эти убытки, да. Думаю, что, может быть, я бы и подала, но, может быть, испытываю определённую потребность, но справляюсь своими усилиями, потому что работа есть, и на протяжении всей пандемии я работала на самом-то деле. Несмотря на то, что был карантин, мы все его соблюдали, естественно, приходилось работать, да. А не было никаких предложений всё-таки выступить где-нибудь там в подпольном отеле, на каком-нибудь концерте, в узком кругу или избежали такого рода искушений? Я выходила онлайн, делала концерты. Мы прямо перед пандемией записали прекрасный онлайн-концерт, всё это выставляли, всё это трансфировали. Я выходила в прямой эфир в Инстаграме, пела тоже. То, что люди очень любят, когда я выхожу в прямой эфир, я просто акапелло пою, прям лучше всего заходит. Но, да, я соблюдала закон, никуда не выезжала, не выходила. И подпольных концертов не было. Но когда есть такая возможность выступать в интернете, я, конечно, её использовала, эту возможность. Но вообще все эти формы выступления в социальных сетях, многие артисты этим, конечно, пользовались всячески, и выходили в Zoom, и там в том же Инстаграме и так далее. Это можно как-то монетизировать? Или это скорее такие стримы бесплатные, для того, чтобы публика не скучала, не забывала, готовилась к будущим концертам после открытия экономики? Ну, если нет рекламы, поддержки, то я думаю, что это очень сложно монетизировать. Но публику постоянно нужно подбадривать, нужно постоянно что-то делать. Я всё-таки не отношусь к блогерам, слава богу. И делаю свою работу именно на своём профессиональном уровне, поэтому записать концерт, выложить его, и, в принципе, порадовать только свою публику, свою аудиторию, тем самым подбодрить их, это огромный плюс. Даже если я не получу с этого какой-то копейки, я не то чтобы не расстроюсь, но это единственный из вариантов, чтобы хотя бы удержать внимание своих поклонников. А мы их очень сильно любим, поэтому мы готовы в такие периоды их радовать хотя бы так. А вообще вы ощущаете, что граница между музыкантами-профессионалами и вот этими блогерами, которых вы упомянули, иногда начинает становиться очень прозрачной. и не понимаешь, где кончается блогер, где начинается музыкант, и вообще как себя, собственно, отделить от вот этой вот новой совсем субкультуры. Вы такую границу проводите для себя? Ну, все-таки артисты и блогеры – это вообще две разные истории. Не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Считаю не очень честным, правильным сравнивать одних и других. Вот. Ну, просто артист – это человек, имеющий профессиональный уровень, опыт, оценку наверняка тоже, и образование сто процентов. А блогеры все-таки – это люди, вышедшие из ниоткуда фактически, очень многие. И непонятно, на чем, то есть базируется, да, их вот это вот... Я просто к тому, что этот бесконечный тик-тук – это просто какая-то пандемия своеобразная. Просто как бы абсолютно разная аудитория. То есть почему я не буду обращать внимание на блогеров там, да, или на тик-токеров? Потому что это, в принципе, мне неинтересно. Я могу дурачиться, я могу делать все, что делают они, но мне это просто неинтересно, мне это не доставляет никакого удовольствия. То есть если есть люди в нашей стране и та аудитория, которая это любит, ну, пожалуйста. То есть мы можем присоединиться к блогерам, периодически как-то подурачиться, но все-таки у меня другая аудитория, у меня все-таки думающая аудитория, поэтому я как-то далека от блогинга и от тик-тока. Ну и музыка у меня другая все-таки. Я уже вышла из-за молодежной такой совсем аудитории танцевальных радиостанций. Мне когда было как раз 20 лет, 19-20, я делала такую музыку, она вся звучала на танцевальных радиостанциях, меня, собственно, и по сей день слушают и дети, у меня есть детская аудитория. Но я как-то прям, честно говоря, уже хочу максимально от этого отдалиться, потому что мне это никаким образом не импонирует. То есть нет от этого никакого удовлетворения. Я хочу делать то, что нравится мне и моей публике. А что вам сейчас нравится? Какие музыкальные направления? И вообще на какой музыке вы развивались? Росли как профессионал? Ну, у меня образование такое очень широкое. Очень долгое время делала реально то, что сейчас я сказала, что мне не нравилось. То есть я это делала только потому, что... Ну... Это необходимо, чтобы... Это было на том этапе жизни, в моем возрасте, это было необходимо, потому что иначе на радиостанцию было... Ну, невозможно попасть. То есть либо ты молодой артист, и ты работаешь в той аудитории, либо как бы... Ну, никак идти в классическую музыку играть. Ну, не было вариантов других. Сейчас я уже подросла, уже стала намного постарше, уже можно делать то, что ты реально любишь. На чем я воспитывалась? Да на всем, на самом деле. Начиная от классики, от классической музыки, заканчивая вообще роком тяжелым. И на самом деле все стили изучила для того, чтобы делать то, что я сейчас делаю, наиболее качественным образом. Потому что невозможно... На самом деле важный момент, который я поняла для себя. Невозможно делать что-то одно и знать что-то одно. Нужно знать все на самом-то деле и изучить все для того, чтобы делать одно хорошо. Ну, то есть... И это всегда чувствуется. То есть, да, нужно во всем знать главные рычаги работы. То есть это очень важный момент. То есть я знаю, как и блогеры работают, как работает музыкальная, танцевальная история, и как работает уже эстрада, грубо говоря. Я знаю абсолютно всю стилистику. Я для очень многих работала. И, ладно, и бэк-вокал писала. Не перечислить то количество артистов, которым я записала голос. Это не только в России, но и в Европе. То есть я еще и в Европе поработала. Но в одном интервью вы говорили, что некоторые артисты поют вашим голосом. Вот что вы подразумевали под этим? Ну, да, приходилось писать. В 18-19 лет мне было приходилось писать вокал для артисток. Но это не секрет. Это уже не секрет, слава богу, что музыкальная коллектива... Это практика распространенная? У артистов? Да. Смотрите, я попала в эту профессию с абсолютно чистейшим и светлым путем. С самого раннего детства я этим занималась. И на этапе студенчества, когда привлекали к данной работе, а мне это было интересно, ну, скорее ради опыта, даже не ради денег, наверное, я меньше всего задумывалась о том, что за эти 5 тысяч рублей, грубо говоря, или за 10, мой голос используют, интегрируют вот именно вокал того или иного артиста. Но я об этом не думала, мне просто было это интересно, ну, пощупать вообще, как это работает. Поэтому я это делала. Вот. Но это правда. Это было, да. То есть есть артистки в тембр, которых замешивают другие голоса. Это как бы довольно распространенная практика. Просто сейчас это уже не так актуально, потому что люди начали распознавать. И людей очень стало сложно обмануть. На самом деле. И уже острее реагируют на фонограмму, уже чаще требуют живых концертов. Да. Даже в России. Да. Так что если просто выйдет красивая девочка и будет открывать рот, ну, ее покажут, да, она выступит, удовлетворится, самоутвердится, но аудиторию у нее не будет. Люди не поверят. Ну, вот ваш трек нереальный, он побил всевозможные рекорды на всех радиостанциях, его продолжает крутить, бешеное количество просмотров. Кто пишет эти синглы, с кем вы работаете, с какими композиторами, поэтами, может быть? Да, мы работаем сейчас с композитором потрясающим Дарьей Кузнецовой. Она пишет очень интересные песни. Мне очень нравятся эти песни. Мы дружим и работаем вместе, и все у нас прекрасно. И также сотрудничаем с автором текстов Татьяной Рогозиной. Телеканал «Совершенно секретно» рекомендует ключ офисы и сервис. Выберите свой среди готовых офисов, гибкие условия, и все включено. Да, выпустили эту песню нереальной. Мы вообще никаких не делали ставок. Мы даже не знали, что она встанет куда-то на радио, на какие-то радиостанции. И мы еще даже клип не сняли. То есть мы сначала выпустили песню, потом уже через время мы сняли клип. И для нас, конечно, было неожиданностью, то, что она зайдет, потому что мы наблюдали за песней месяц-два, и реально росло как-то активно количество шазамов. То есть народ реально шазами. Вот там, по-моему, 300-400-500, вот так вот здесь. Я давно уже не залезала, не смотрела, тысяч шазамов. И многие продюсеры, о которых все знают, я им имен называть не буду, периодически встречаются, говорят, смотрят меня Саша, как так вышло вообще? Расскажи секрет вообще, мы сколько сейчас песен выпускали, у нас там группы, у нас не получается. Как так вышло, что у тебя столько шазамов? Есть какой-то рецепт? Да нет. Так же, как и нет рецепта, как эта песня встала на радио. Я, честно говоря, получила смс-ку, когда сказали, что она прошла худсовет, я так это читаю, и я даже не поверила. То есть не было никакой уверенности, и не было... Я не знала реально, что она встанет куда-либо. То есть на радио каждый новый трек проходит обсуждение худсоветом? Да. А кто обычно входит в эту комиссию? В состав? Да. Ой, очень много радиостанций, несколько медиахолдингов, и досконально всех имен и фамилий, естественно, не помню, но среди них очень уважаемые люди, имеющие не только пиетет, но и профессиональный уровень, и они, в принципе, реально могут оценивать песню и предполагать, что та или иная композиция может набрать рейтинг у их аудитории. И таким образом песня проходит... А почему вас это удивило? Да, ну, просто у нас были песни до этого, и у меня песни давно уже на радио, в принципе, играли. И мы с композитором в «Заре Косинцел» выпускали песню, и она вставала на радиостанцию, но не на все, не на те, на которые... Ну, мы цели на определенную радиостанцию, и те песни туда не встали. А эту песню мы выпустили, и мы особо так, ну, не было ставок. Ну, запустили, запустили, а тут оп, и получилось так, что она встала. Ну, на самом деле, эта песня понравилась человеку, которого уже нет сейчас с нами, Юлию Ларионовой, на самом деле, огромной благодарности ей, потому что... Ну, у нее было какое-то вот... Какое-то видение, чуйка... Ну, я реально эта песня понравилась. И я даже и не думала о том, что она может столько количества, такое количество шазамов набрать. Я об этом вообще не думала. То есть у меня не было ставок на эту песню, если честно. А насколько артист должен на это ориентироваться и нацеливаться, ну, на просматриваемость клипов, на популярность песни? То есть когда вы работаете, вас несет творческий порыв, вы думаете о том, как эту песню воспримут, пойдет ли она на радиостанции, или эти мысли только мешают творческому процессу? Мы сейчас выпустили новую песню и клип, вместе все сделали, решили так. И она слышна сразу, что аудитория, именно радиоаудитория у этой песни. И это уже как бы для меня лично, в моей работе лично плюс, да, что будет результат. Я это прекрасно понимаю. Но эта песня мне еще и нравится. Соответственно, тут как бы одно с другим складывается, и мы посмотрим, как будет развиваться эта работа, но у меня есть внутренние мои ощущения, что у нас все сложится хорошо, и она также будет хорошо набрать рейтинг. А вы можете пару слов сказать об этой песне? Как она родилась, сколько снимался клип, и к какому жанру вы бы ее отнесли? Поп-эстрада. Но вот та самая эстрада, которая мне нравится. И та самая думающая аудитория любит такую музыку, а я все-таки вот из той аудитории сама. Вот, поэтому я надеюсь, что у нас будет хороший результат. И песня, ну, о чем? Каждая женщина надеется на любовь и о том человеке, который будет спасать, давать любовь, верить. И песня называется? Надежда на любовь. Отличное название. Ну, в нашем мире многие хотят верить в ту самую чистую, светлую любовь. Все-таки любовь – это что это? И отношение к человеку к вам. Это же не просто чувство, да? Как говорят, любят не один, а любят двое. А если любят один, то это уже, извините, сумасшествие. Поэтому такая светлая, искренняя, чистая история. И при этом еще и... Я люблю слово на голосе, как-то сказала и очень пожалела. Ну, это как бы коммерческая история такая, но с творчеством. Очень красивая у нас была аранжировка. Спасибо огромное человеку, который поработал над продакшеном. Мы очень долго, на самом деле, сидели и работали. Но мы не одну песню записали, мы просто решили, что эта песня та самая, на которой мы хотим снять клип, и которую мы хотим выпустить именно сейчас, в тот период осенний-зимний. Так что смотрим, наблюдаем, поем, радуемся. И я очень рада, что эта песня нравится слушателям нашим. А вы вообще для себя разделяете оценку экспертов и оценку публики? И что для вас важнее, если вообще корректно задавать такой вопрос? То есть песня может быть популярной, но при этом, может быть, вы внутренне понимаете, что она там по абсолютной линейке качества где-то не дотягивает. И наоборот, очень профессиональная песня с тяжелым, сложным вокалом, но почему-то не пользующаяся успехом в народе. Вот как это сочетается друг с другом? У каждой работы есть свой алгоритм рабочие действия и так далее. То есть стилей очень много, песен очень много, аудитория, ну, она небольшая, она разная, как бы есть молодежная аудитория, есть там взрослая аудитория. Просто нужно понимать, что конкретно за продукт и что за артист. Для меня профессионалы это те люди, которые на несколько шагов вперед, опережая, видят дальнейший результат. То есть я думаю, что тот самый человек, один-два, как вы сказали, два профессионала, если они вот это увидят заранее и потом реально песня наберет популярность, то это и есть как бы успех данного человека, данного профессионала. А если человек этого не видит и он не дает возможность двинуться этому продукту, вот это уже вопрос к тому человеку, который работает там. А вообще, к слову, о коммерческом успехе. Насколько для артиста, для певца важен мерч, вообще какой-то пиар-образ и все, что вокруг, собственно, творчества? Большую эту роль играет в работе? Одну из самых важных ролей, на мой взгляд. Просто нужно быть самим собой, очень сложно из себя что-то выжить. Поэтому если сам себе человек неинтересный, у него нет какой-то отличительной своей черты, там, конечно, быть сложно, потому что недостаточно просто хорошо петь, недостаточно просто быть красивым. То есть должно быть все в целом в совокупности. Должен человек быть и красивым, должен петь еще, быть профессионалом, чувствовать и иметь какое-то свое определенное видение. То есть это же совокупность качеств, это же не что-то одно. Ну вот мы заговорили немножко о карантине, и для многих, ну, наверное, для артистов в том числе, это был такой сильный стресс, тяжелое психологическое испытание, когда там вылезают какие-то твои внутренние демоны, ты начинаешь депрессовать, или там от отсутствия какой-то привычной работы, образа жизни, замыкаешься. Но это для людей творческих может быть и периодом какого-то супервдохновения. Вот для вас лично, как прошли эти весенние, начало летних месяцев? Говорила со многими коллегами, на самом деле, и у каждого артиста, с кем я общалась, была депрессия. То есть терпели, 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 и в итоге бац, и даже под конец депресснули. Ну, конечно, когда нет такой привычной активности, то, конечно, человек ловит вот этих самых демонов, а как? Я, например, очень активный человек с детства, и когда меня так посадили, я даже поменяла место жительства просто для того, чтобы как-то... Ну, это нереально. То есть у меня в прошлом году я насчитала было, были-то до 40, если не больше. И тут тебя посадили. Какое? У меня бывало такое даже, что я не высыпалась, и мне приходилось влетать. А тут ты сидишь, не двигаешься, и как бы, да, депрессия была однозначно. Никакой не спорт, ничего не спасает. Хочется делать то, к чему ты привык. То есть, если тебя зажимают и не дают делать то, к чему ты привык, собственно, взрыв происходит. Поэтому приходилось принимать какую-то работу дистанционную, все равно же на дистанционке все работали. Приходилось находить пути решения для того, чтобы не сойти с ума. Ну, а пути-то все, естественно, находили, но бесценно очень сложно. Правда. Это то, к чему привык, поэтому... Спасибо большое. Саша, может быть, есть что-то такое, чтобы вы пожелали нашим телезрителям, или, может быть, рассказали бы о своих планах. Ну, не всегда артисты любят ими делиться, но, может быть, вы захотите приоткрыть завесу над своей рабочей кухней. Ну, хочу сказать спасибо всем тем, кто с нами, кто слушает нашу музыку, что мы всех очень любим и надеемся радовать в дальнейшем еще больше всех, каждого. Вдохновение вот, и приезжих артистов, что вы работали хорошо, и музыку хорошую делали, писали, создавали. Вот, что еще могу сказать. Просто будьте счастливы, дарите добро, творите добро и слушайте хорошую музыку. Вам огромных успехов, вдохновения и теплого приема. Спасибо огромное. Очень рада была с вами сегодня видеться. Взаимно. Спасибо, Саша. Спасибо. Саша. Сегодня у нас в гостях была известная артистка, участница шоу «Голос 7. Перезагрузка» Саша Круглова. Мы рассуждали о карантине, о новой музыке, о шоу-бизнесе. А с вами была я, Алиса Ганиева и программа «Наше время 2.0». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Голос 7. Перезагрузка»